Добрый день, меня зовут Егор Захаров, я редактор ЧТАРУ. Мой собеседник сегодня первый секретарь Забайкальского краевого комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Забайкальском крае, главный коммунист Забайкалья Юрий Николаевич Гайдук. День добрый. Мы сегодня поговорим с вами про итоги выборов в ЗАГСобрании и не только про них, надеюсь. И давайте вообще сначала расскажем про распределение мест в ЗАГСобрании. Сколько КПРФ получила мандатов в этом году? Ну, было видно, что в этом году Единая Россия, она постаралась взять, так сказать, матч-реванш, чтобы как-то реабилитироваться после серьёзного проигрыша в 2018 году. Да, коммунистам досталось в этом году немного, но это было и традиционно — три места. Но когда делаешь анализ, вот у нас три места, ЛДПР — четыре места. Я сделал финансовый анализ проведения выборной кампании, и получается интересная картина. Официально, по данным избирательной комиссии, мы затратили три миллиона на избирательную кампанию, получили три мандата. Единая Россия затратила сорок два миллиона, получила сорок два мандата. У ЛДПР, получается, затратили они порядка где-то 27 миллионов, получили четыре мандата, то есть у них получается себестоимость одного мандата около семи миллионов. То есть получается на сегодняшний день такая ситуация, что избирательная кампания, она уже не как избирательная кампания как таковая, а как очень дорогостоящее шоу с заранее известным результатом. Получается так, как оно и есть на самом деле. Это очень дорогая кампания, и тем более, что... Но мы видим, что Единая Россия пошла, ну, грубо говоря, во все тяжкие, подтянула все силы. Два сенатора, два депутата Государственной Думы. Да и губернатор Забайкальского края ездил по краю, как раз в то время все агитировал за Единую Россию. Конечно, в какой-то мере они этих успехов добились. Но что бы хотелось сказать вот в этой ситуации. Мы с вами помним, что Единая Россия перед избирательной кампанией проводила так называемый, опять-таки, очередное шоу «Праймерис». И вот смотрите, те лица, которые были на «Праймерис», выиграли или проиграли. И те лица, которые были включены в списки Единой России — это совершенно, в основном, совершенно разные люди. То есть то же шоу «Праймерис», оно никак не отвечает тем ситуациям, которые уже были выставлены на выборы в законодательное собрание. Это одно. И второе, что бы я хотел сказать, касаясь денег. Вы понимаете, я постоянно отталкиваюсь или постоянно приходит мне на ум монолог Лохновского из книги «Вечный зов», когда он взял в плен своего зятя Полипова. Он говорит, что Гитлер эту войну проиграл. Он не может понять. Ну ничего, война закончится. Мы бросим все деньги, все средства, все силы на оболванивание советского народа. И мы из них сделаем то серое вещество, я бы сказал, которое не будет понимать, что происходит в настоящее время. И сами поймите, я уже деньги сказал. 42 миллиона, а у нас только 3 миллиона. Это одно. И второе. На выборы пришли всего 26 процентов населения. То есть люди на выборы не идут. Сколько не разговаривали, они говорят, а что толку? Мы знаем, чем это закончится. Вот что печально на сегодняшний день. То есть резюмируя ваш вопрос, я бы хотел сказать, что выборы как таковые, они у нас уже утрачивают то свое свойство, то свое понятие, которое оно должно бы быть. У нас закончили выборы в сельские советы, создали муниципальные округа. У нас закончили выборы в районные советы. Вы знаете, что там, где, по-моему, до 10 тысяч избирателей, там отмена голосования по партийным спискам. То есть у нас все идет к тому, что вроде бы как с одной стороны демократия по Конституции, а с другой стороны, и видно вот при даже распределении мандатов или при распределении должностей в законодательном собрании, у нас диктатура. Почему я вот так говорю и почему я этого коснулся? Недавно в Государственной Думе, после выступления именно по итогам выборов представителя от КПРФ, Володин сказал «Хорошо, что у нас в стране демократия. Если бы у нас не было демократии, вы бы, имея в виду коммунистов, не сидели бы здесь». Далее дополнил «Не только здесь, вас бы не было в Москве, вы бы были где-то в Магадане или в психушке, где долго не живут». Что это говорит? Это разве демократия? Это не демократия на сегодняшний день. И на сегодняшний день, когда одна политическая партия диктует свои моменты даже распределения мандатов, распределения мест работы в законодательном собрании, они забрали все. С одной стороны, это говорит о том, что это уже, когда они продиктовали на первой сессии свою волю, это уже не демократия, это уже диктатура. Это одно, а другое. Но если вы сейчас внедряете диктатуру, то имейте в виду, отвечать вам, именно вам придется за состояние дел в Забайкальском крае, которое на сегодняшний день, ну, как мы с вами видим, и экономическое, и политическое, и социальное, очень и очень плохое. Вернемся к персоналям депутатов от КПРФ. В Заксобрание вошли вы, Юлия Верхотурова и Лена Титова. Можете про них рассказать? Это секретарей Краевого комитета КПРФ. Еще Владимир Ильич Ленин в свою бытность говорил, что добиться в буржуазном парламенте голосования и смены социально-экономической формации — это утопия демократическим путем. Это по вопросу, идти или не идти коммунистам в органы власти. Но он добавил, что идти надо обязательно в органы власти для того, чтобы можно было донести до людей позицию той или иной политической партии. Почему мы пошли именно по такому пути? Прежде всего, вот я уже говорил о «Праймерис», но у нас совершенно другая система выдвижения кандидатов в депутаты. У нас решают коммунисты на местах, в первичных организациях, в местных партийных отделениях. И когда мы собираем свод вот этих мнений коммунистов, у нас получается, что получилось то, что получилось по количеству набранных голосов секретарей Краевого комитета партии. Почему в этой ситуации нам удобно? Ну, во-первых, чтобы секретари имели уже возможность знать социально-политическую ситуацию в Забайкальском крае, с одной стороны. А с другой стороны, это мобильные люди, которые постоянно находятся в командировках, и они могут уже смело присутствовать на сессиях районных советов. Они смело могут идти в какие-то учреждения в районах для того, чтобы знать ситуацию и для того же, как депутаты могли принять какие-то меры для решения тех или иных вопросов. Я думаю, что это достаточно серьезная структура и достаточно серьезный выбор со стороны коммунистов. И вот еще вернемся к итогам выборов. Вы сказали, что явка была не очень большая в этом году – 26,6%. А в прошлом году явка составила 22%. Но, тем не менее, на результаты КПРФ отразилась более лучшая, низкая явка. Вы имеете в виду не в прошлом году, а в 2018 году. Ясно и понятно, почему в 2018 году отразилась. Если мы с вами помним, то в 2018 году отразилась эта пенсионная реформа. Мы очень сильно, очень большую работу провели и коммунисты, и левосторонние организации, которые присутствуют у нас в Чте и в Забайкальском крае. Достаточно серьезную работу провели. И, конечно, вот эта вот пенсионная реформа, она коснулась каждого. Пенсионная реформа высказала недоверие партии власти, потому что они проголосовали «за». В этом году у нас тоже была определенная ситуация по 20% забайкальских. Мы тоже убеждали людей, что это неправильно, что надо протестовать против принятия вот этих 20% забайкальских. Но в тот момент, мне кажется, что, особенно работников социальной сферы, ну, по крайней мере, вы даже и на Читару, и даже в редколлегии, была масса выступлений со стороны правительства. Там у вас кто только не выступал. И Кефир выступал, и Щеглова выступала, и социальный блок выступал, что это хорошо, это полезно, это приведет повышение заработной платы. Они постарались все-таки убедить работников социальной сферы, что это благо. Но, как на сегодняшний день показывает результат, это благо-то еще не видно. Не видно, тем более для тех людей, которые работают по МРОТу. Вот поэтому здесь сравнивать то, что была явка и была неявка, нет. Надо смотреть, что какой в данный момент, какая социально-экономическая ситуация в регионе. Разница в голосах, полученных в КПРФ, она очень разительна. 24,5% получили вы в 2018 году и 9,8% в текущем году. Вот чем такая разница может объясняться, что вы наверняка анализировали свои действия и что-то, может быть, сделали не так? Да нет. Я бы хотел сказать, что больших ошибок в проведении избирательной кампании, тем более, что основной костяк нашей партии постоянно занимается вот этими избирательными вопросами. Но лично мне пришлось в третий раз уже заниматься именно выборами в законодательное собрание за Байкальское крае. Это 13-й год, где мы тоже получили всего 4 мандата. Это 18-й год и это вот 23-й год. Но я еще раз повторяю, нужно смотреть где, что, как. Я не хотел бы вот сказать, что мы что-то где-то серьезное упустили и что-то где-то серьезное не доработали. Я бы хотел сказать о том, что именно финансирование, очень серьезный вопрос — это финансирование избирательной кампании. И сравните. 3 миллиона — 42 миллиона. Или 3 миллиона — 27 миллионов. Я еще раз повторяю, это очень дорогостоящая кампания. И, скорее всего, скоро мы вообще, может быть, даже так, как уже на сегодняшний день и Центральная избирательная комиссия склоняется, именно само слово «выборы» утратит своего значения, не будет выборов. Трехдневное голосование. Для чего оно сделано? Трехдневное голосование сделано для того, чтобы размыть всю вот эту ситуацию. Что творится в две ночи там на избирательных участках, никто ничего не знает. Обведение дистанционного электронного голосования, оно вообще приведет к обезличиванию избирательного процесса. Ну и второе, я вот хотел бы сказать, у нас, допустим, вот есть программа, есть ясная, четкая, понятная программа, с которой мы шли на выборы. Тут все расписано. Но, опять-таки, вот эту программу, ну, конечно, мы раздавали там, где могли. Но для того, чтобы во время выборов поучаствовать в редколлегии, надо было заплатить более 100 тысяч рублей. Там одна «Единая Россия» только светилась у вас. Вот. А у нас, к сожалению, не было таких денег. Мы деньги старались использовать для работы непосредственно с людьми. И, опять повторяю, себестоимость одного мандата у нас, в принципе, с ними сравнялась. Вот. Поэтому сложнее будет работать, сложнее будет работать, но ничего, это хорошо. Ну, вот еще есть у меня такое мое мнение, можно с ним соглашаться, может нет, оно может быть правильным, может быть нет, что КПРФ не очень-то воспользовалась тем преимуществом, которое было по итогам выборов 2018 года. То есть у вас точно так же не было мест в комитетах, вы, как бы, ну, достаточно громко боролись с какими-то инициативами властей, но вот внятных результатов не было, и фракция, как мне кажется, к концу созыва немножечко рассыпалась. Было такое. Не немножечко у нас... Ну да, соглашусь, что немножечко. Вот. Было такое. Было такое. Во-первых, мы сторонники альтернативного проведения выборов. Выборы председателя законодательного собрания, заместителя, сенатора. И когда дело подошло уже, так сказать, к распределению портфелей, да, в то время был компромисс. Я вам скажу откровенно, в 2018 году у меня была неоднократная беседа и с Лихановым, бывший спикер, и с Кочергиным, который предлагали, да, у вас второе по количеству мест голосов, вот давайте, значит, будем голосовать за Лиханова, будем голосовать за Михайлова, и мы вам даем что-то где-то как-то. Но когда мы собрались на фракцию, ну извините, а почему мы должны поступать так? И мы на фракции приняли такое решение, что нет, мы будем выдвигать альтернативные кандидатуры. На спикера будем выдвигать, к примеру, Мерзликина, там на сенатора еще кого-то и так далее, и так далее. Ну и что, в этой ситуации Единая Россия объединилась с ЛДПР и сказали, а если вы не хотите под нашу дудку плясать, вы ничего не получите. И мы ничего не получили. И в этом году то же самое из всего состава законодательного собрания и представителей Единой России в этом году, там, в принципе-то, кроме иконы и избирать-то спикером некого. Здесь мы в этой ситуации согласились, понимаем, что такая ситуация. Ну и в этом году опять-таки мы видим, что на сегодняшний день ни КПРФ, ни ЛДПР, ни «Справедливая Россия», там тот человек-фракция, как раньше мы называли Михайлова, не получили ни одного мандата. Ну еще раз говорю, распределили, но, слава Богу, это все будет на вашей совести. Ведь все-таки за нас-то люди тоже проголосовали. Ведь все-таки люди в нас видят опору и надежду какую-то. Но пока не получилось, будем смотреть, что получится дальше. И вот я знаю, что достаточно сильное у вас представительство в районах. Местные отделения КПРФ работают. Они в скольких районах работают? У нас практически во всех районах есть местные отделения. Ну практически во всех, да, есть местные отделения. Где-то они лучше работают, где-то они хуже работают. Но вот, понимаете, на сегодняшний день вопрос состоит в том, что вот даже в некоторых районах, взять, к примеру, Калганский район, не могут избрать депутатов Калганского района. Почему не могут избрать? А потому что люди-то прозрели, они видят, а что толку-то? Они же там практически ничего не решают. Они решали о том, чтобы у них не было муниципального округа. И его не было. Но потом продавили и все-таки сделали муниципальный округ. Опять-таки вот на сегодняшний день уже избрания депутатов муниципального округа людей нет. Они видят, что нет той демократии, что они ничего не могут решить. Поэтому, да, мы вносим, и у нас люди избираются. И вот сейчас вот в том же Калганском районе поедем, тоже будем выдвигать своих представителей. Но я еще раз говорю, что демократия как таковая у нас в России утратила свое изначальное значение. Демократии у нас как таковой в этой ситуации нет. И вот еще есть молодежное движение «Комсомол». Оно живо и работает, да? Естественно. А вот как вы оцениваете деятельность местных отделений, деятельность комсомола во время подготовки к выборам прошедшим? Я бы хотел сказать, что у нас вот с одной стороны комсомол это еще достаточно молодые люди, которым не исполнилось 18 лет. И мы не имеем права привлекать их к активной работе в избирательной кампании. Этого требует закон. Но, тем не менее, комсомольцы, те, которые постарше, они ездили с агитбригадами. Они ездили по тем районам, где у нас были достаточно серьезные положения по выборам. И комсомол довольно-таки серьезно и активно участвует. И самое главное, вы понимаете, какая ситуация. И в какой-то мере она, ну, может быть, сказаться парадоксальная в том, что молодежь приходит уже начитанная основами марксизма, ленинизма. Она сама приходит. Она сама читает. Приходим, и довольно серьезные споры у нас на эту тему с молодежью получаются. И это очень хорошо приветствуется. Почему? Потому что за молодежью будущее. И вот молодежь-то на сегодняшний день в той социально-экономической ситуации, которая у нас складывается в стране, молодежь не хочет быть рабами. А у нас на сегодняшний день все, ну, особенно молодые люди, они заложники этой системы. Почему? Вот смотрите, даже наглядный пример. Есть дети, есть внучки. Внучку надо в школу вести, родителям говорят. Вы или детей в школу водите, или работаете. Надо еще что-то делать. То есть, родителям возможности для работы с детьми не дают. Они заложники. С другой стороны, молодежь заложники вот этих всевозможных ипотек и тому подобное. И молодежь на сегодняшний день заложники той системы, что они, если даже вот вошли и взяли эту ипотеку, а вот смотрите, рабочих места у нас в Забайкальском крае, Куроми горно-рудной промышленности-то нету. А работа в горно-рудной промышленности – это вахта. И они вынуждены туда ехать для того, чтобы как-то… А что это такое молодая семья? Муж уехал на месяц, жена уехала на месяц. Это разве жизнь? Это не жизнь. Надо менять социально-экономическую ситуацию у нас в Забайкалье. И надо сделать акцент прежде всего на развитие местной промышленности, на развитие сельского хозяйства для того, чтобы создавать рабочие места на местах. Но никак не горно-рудная промышленность. Это грабительский вариант для Забайкальского края. В предыдущие годы вы тоже поднимали тему развития горно-рудной промышленности, указывая на то, что какая-то часть их доходов вместо налогов поступает в фонд развития Забайкальского края. Сейчас ваше мнение к этому фонду поменялось? Здесь вопрос заключается не в фондах. Фонды – это вроде бы как добровольные пожертвования. Вы же понимаете, какой идиотизм этих фондов? Вспомните, вот по весне у нас тут какая-то рыбалка была. За три карася подарили автомобиль УАЗ «Патриот». В свою очередь, когда при выпуске книги «Дети войны», я с председателем краевой организации «Дети войны» обзвонил, обошел все эти наши гоки и тому подобное, «Дайте, вот даже непосредственно удаканская медь, дайте 300 тысяч. Дети войны денег не дали». Зачем нужны нам эти фонды? Для чего? Для того, чтобы пляски делать на асфальте или еще какие-то шоу устраивать, чем мы на сегодняшний день очень и очень разнообразно проводим. Это, как бы говорится, блеск при нищете, потому что мы видим, что у нас практически нищета, но мы хотим показать такую впечатляющую картину, что мы живем хорошо. Это совершенно неправильно. И на сегодняшний день, если говорить про горно-рудную промышленность, это в основном резиденты Торов и Рипов, которые на 2023 год имеют льготы 13 миллиардов рублей. 13 миллиардов. Задумайтесь, для того, чтобы сохранить 20% забайкальских, нужно было всего 2 миллиарда рублей, а здесь 13 миллиардов. И что мы имеем? И самое интересное получается, что, конечно, вроде бы как они последовательно будут носить бюджет, но мы видим некоторые картины, вот у него уже подходит время, чтобы в бюджет носить налог на прибыль или еще что-либо. Кстати, прибыли они за 2022 год получили 60 миллиардов. Они переоформляются, то есть старая фирма закрывается, открывается новая фирма практически та же самая, и опять льготы по новой. Разве это правильно? Это, конечно, неправильно. А вот 13 миллиардов – это сумма, откуда она взята? Это информация от министра финансов Забайкальского края. Когда мы разговаривали по поводу бюджета, вот у меня был прямой вопрос, и вот этот был прямой ответ – 13 миллиардов рублей. Поэтому я еще раз говорю, что у нас богатый Забайкальский край, но на сегодняшний день идет его разграбление. Мы ничего не имеем. А вот смотрите, даже в советское время Краснокаменск построен за счет добычи, Хоронорский угольный разрез, поселок построен за счет этого, да и другие, Жирикен и так далее и тому подобное. А на сегодняшний день что они нам дают? Они только сделали вахтовые поселки и ничего более. И вот эти вот мелкие подачки, там 2-3 миллиона и тому подобное, это для них как слону дробинка. Но зато надувают щеки, вот видите, какие мы спонсоры. Это совершенно неправильная политика. Давайте вернемся к районному коэффициенту, к тем 20%, которые у забайкальцев теперь в расчетках не значатся. У вас не изменилось отношение к отмене? У нас не только не изменилось отношение у меня, да и у нас выросло убеждение, что это в самом деле был великий обман. Почему? Потому что нас убеждали, что вот мы отменяем 20%, нам федеральный центр гасит все эти вещи. Хорошо, но на сегодняшний день я не имею, по крайней мере я не имею информации, что федеральный центр гасил именно те затраты, которые необходимы для повышения там на 5% и так далее и так далее. Но не это страшно. Страшная эта ситуация какая? Страшная ситуация с мротниками. Вот у мротников, ну оклады, мы везде уже разговаривали, в пределах 5-6 тысяч рублей. И там всякие накрутки, 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 получается тысяч, ну 10, не больше. Потому что на 5 тысяч рублей много не накрутишь. Вот, и по федеральному законодательству, вы знаете, что мрот составляет на сегодняшний день 17 тысяч 200. Вот, и когда у нас уже с высшим мрот умножалось на 1,7, то есть зарплата увеличивалась на 1,7, то есть 17 200 умножить на 1,7, где-то около 30 тысяч. Около 30 тысяч. На сегодняшний день 1,7 убрали 20 процентов, умножается на 1,5. Из какого источника будет погашение вот этих 20 процентов? Их нету. Ладно, в этом году они найдут. На будущий год мрот будет составлять 19 тысяч рублей. Кто погасит? 20 процентов нету. Вот это вот будет очень и очень интересная картина. И это покажет, как всё-таки обманули забайкальцам включением с этим в рот. И даже вот недавняя ситуация с завучами, это показывает, что в бюджете нету денег для покрытия вот тех 20 процентов. Нету денег. Вот идут по пути сокращения. А что такое сокращение? Тем более сельская школа. Там и так людей нету. Сокращаясь заучить, там практически работать некому будет. Закрывается школа, умирает деревня. Этого нельзя допустить. И вот на сегодняшний день, когда слушаешь, я бы сказал даже разглагольствование некоторых представителей Единой России, в том числе и на ЧТАРУ, и я скажу прямо, пресловутый генерал Гурулёв, но вы понимаете, становится обидно и стыдно. Обидно и стыдно-то. Почему? Во-первых, ты же был в правительстве. Это ты заложил ту систему, которая на сегодняшний день, к сожалению, кадровую систему, которая творится в Забайкальском крае. «Недавно меня повергло в шок отстранение Бордолеева». Вроде бы мужик четыре года проработал, и вроде вот когда мы с ним имели какие-то контакты, как-то что-то решалось, а здесь внезапно раз отстранили. Что за кадровая политика? Что вы хотите показать тем, что вы не можете работать с кадрами? Ну это видно и очевидно. И вот получается, что мы говорим, что вот, даже я ещё раз говорю, что вот, господин Гурулёв, вот они такие россики. Дорогой, а где ты был? Что ты делал? Он констатирует, что вот у нас Ростег завалилась. А кто был у создания? Заптег, да? Заптег, да. А кто был у создания? Значит, господин Гурулёв. Мы говорим на сегодняшний день дороги. А кто виноват, что у нас дороги? Кстати, это опять касается горно-рудной промышленности, особенно там, на юге, Колган, Шилопугино, Газзавод. Ведь там работает технологический транспорт. Почему технологический транспорт пользуется дорогами общего пользования? Почему вы власть свою не примените? Ведь этого не должно быть. Вы тоже заложили то, что на сегодняшний день практически в районах нет организации дорожного обслуживания. Раньше ДЭО было в каждом районе. Кончили. А что на сегодняшний день? Что мы хотим? Что-то восстановить? Да, это трудно восстановить-то на сегодняшний день. Вот о чём разговор-то идёт. Что, уважаемые, ну как бы вам сказать, господа, вы не пытайтесь на кого-то свалить. Вы 30 лет у власти. Вы скажите, что вы сделали для того, чтобы улучшить жизнь, по крайней мере, в Забайкалье. Вы ничего этого не сделали. Вы строили и ФАПы, в которых никто не работает. Вы строите детские площадки, которые даже коровы не подходят. Зачем это надо? Зачем нужна эта показуха? Мы поговорили с вами 40 минут. Ещё можно, даже не 40 минут, ещё достаточно долго можно говорить. Но на этом мы подведём черту. Спасибо вам за разговор. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok